Субтитры создавал DimaTorzok 11 военнослужащих погибли, 38 получили ранения различной степени тяжести. Скорбные вести долгое время оставались горем лишь семьи и близких пострадавших. Общественный резонанс был сиюминутным. Однако по прошествии времени не замечать своих военных, реально взявших на свои плечи выполнение обязательств, принятых политиками, оказалось уже невозможно. Так появился День ветерана, впервые отмечаемый сегодня, приуроченный к памятной дате восстания Юрьевой ночи в 1343 году. Те шаги, которые предприняло сейчас Министерство обороны по отношению к ветеранам от нынешнего времени, это очень хорошо, это очень важные шаги, потому что, вспоминая ситуацию, которая была, скажем, в 2008 году, когда я сам столкнулся с этой бюрократической машиной, так назовем ее, когда нужно было многие вещи менять, менять самому, менять в таком как кооперативе с другими ребятами. Да, сейчас, если сравнивать ситуацию, которая сейчас и ситуацию, которая, скажем, была раньше, то, конечно, значительные шаги по улучшению данных, ну, вот этих обстоятельств, конечно, сделаны. Андрей Вестеринин получил тяжелое ранение в Афганистане, лишился ноги, долго лечился, вернулся к нормальной гражданской жизни. Во многом это заслуга и его боевых друзей, поддержавших тяжелый период жизни. Участники военных зарубежных миссий создали свое объединение «Бастион», видимо, в честь лагеря «Кэмп Бастион» в провинции Гельмент в Афганистане, где базировались эстонские миротворцы. Об их жизни и службе написал военный историк Игорь Копытин, который сам прошел миссию в качестве водителя. Ему не раз приходилось отвечать на вопрос о целесообразности военных миссий, куда едут наши ребята и откуда возвращаются далеко не все. Солдат не политик, солдат подчиняется приказам. И если наша страна проводит политику, которая основывается на принципах коллективной безопасности в рамках международного сотрудничества, в рамках НАТО, то солдат и эстонской армии отстаивают свои интересы на военных операциях, в том числе и в Афганистане. В связи с этим важно отметить, что общество могло бы воспринимать всех военнослужащих, которые были или сейчас есть, или сейчас действуют на международных миссиях, как тех солдат, которые выполняют свои прямые обязанности. После окончания Второй мировой войны локальные войны не затихали по всему миру. В тайных и не подлежащих огласке операциях в Корее, Вьетнаме, Анголе участвовал и Советский Союз, в состав которого входила Эстония. Лишь афганскую операцию в силу ее масштабности скрыть уже не удалось. И память об этой войне...